Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Сергей Чобан, я архитектор. Я родился и учился в Ленинграде, и в 28-29 лет уехал в Германию, поэтому сейчас я жил первые пять лет в Гамбурге, сейчас я уже более 20 лет живу в Берлине, у меня там свой офис, называется он сейчас Чобан Фос архитекторы, находится в трех городах в Гамбурге, в Берлине и в Дрездене и работает в основном для Германии, пунктуально для других городов Европы. И с 2003 года я приехал участвовать в конкурсе здесь на Башню Федерации в Москве-Сити. Пригласили меня, потому что заказчик тогда Сергей Полонский, он, ну, скажем, хотел делать это с иностранными архитекторами, в то же время, видимо, меня он пригласил, потому что ему все-таки комфортно было иметь хотя бы одного участника, я участвовал в консорциуме с Петром Швегером, который тогда уже очень много сделал башен высотных, даже для Трампа, сегодняшнего президента, он сделал в Штутгарте башню, которую, правда, не построили. И Трамп приехал, решил сначала в Германии строить башню, а потом решил, что Германия слишком малоэтажная страна, чтобы свои башни строить. И уехал снова, ничего не построив. Но тем не менее. Короче говоря, благодаря компетенциям моего партнера и, видимо, некой моей ангажированности, мы выиграли этот конкурс, я стал работать в России. Сейчас работаю, ну, собственно, в основном на две страны или, скажем, на офисы в двух странах. Здесь это компания Спич, которую я основал вместе с Сергеем Кузнецовым. Сергей в 12-м году ушел на должность главного архитектора Москвы, где сейчас и находится, уже шестой год. А я продолжаю руководить компанией Спич в Москве и параллельно с еще одним партнером, с Экинартом Фосом, мы руководим компанией Чубом Фос в Берлине, Гамбурге и Дрездене. Хотя берлинская компания, она целиком основана на моих проектах, а Экинарт работает в Гамбурге и в Дрездене. Ну, работает по всей Германии, я и она. Команда, с которой он работает, она находится в других городах, чем моя. Вот. О чем я сегодня хочу рассказать? Я подарил для вашей библиотеки и, конечно, вашему замечательному руководителю Артемию Лебедеву, основателю студии, по его дизайну всего, я слышал, что она называется. И мне это очень близко, потому что я тоже стараюсь по мере возможности осуществлять дизайн всего, но не всегда и далеко не всегда заказчики пускают меня заниматься дизайном всего. И, конечно, я счастлив, когда возникает такая возможность с такими талантливыми коллегами, как, например, ваша студия. Собственно, поэтому в первую очередь я здесь. Мы делаем успешно несколько проектов. Наша совместная работа начиналась с объекта «Гранатный 6». Может быть, вы помните, может быть, нет, где вы делали весь фирменный стиль. Сейчас продолжается на нескольких объектах. Так вот, для вашего талантливейшего руководителя и для вас я привез две книжки. Книжка называется «30-70. Архитектура как баланс сил». И, собственно говоря, эта книга не о том даже и не столько о том, что модернизм каким-то образом конфликтует с красотой, потому что, безусловно, модернизм тоже по-своему красив и по-своему обладает абсолютно привлекательными сторонами. Но у модернизма есть определенные особенности, которые просто, на мой взгляд, не учитывают, опять же, особенности человеческого глаза, особенности восприятия. Вы, как люди, работающие в графическом дизайне и во всех формах дизайна, вот этого дизайна всего, вы это знаете наверняка лучше меня, что глаз воспринимает мелочи. Когда я прихожу в вашу студию, я вижу, что здесь очень многое состоит из мелочей. Вот если смотришь на это пространство, есть огромное количество мелочей, огромное количество тактильных деталей, начиная вот с того профиля двери, очаровательного в своей такой наивности и в то же время такой вот брутальный бильярдный стол. Вот это все из этих мелочей, или вот этот шкаф такой полуинтикварный, из каких-то 50-х годов, вот это все составляет наше бытие, вот эти мелочи. И вот от этих мелочей в известной степени модернизм хотел отказаться и как-то по ходу дела не учел, что эти мелочи особенно близки и особенно как-то важны, их очень трудно у нас отнять, потому что мы начинаем беспокоиться, наш глаз начинает беспокоиться, ему перестает хватать вот этих мелочей, вот как эта цепочка, на которой висит лампа, вот все то, что составляет структуру, текстуру жизни. И, собственно, оу, не очень хорошо, кстати говоря, он проецирует. Что-то можно сделать? А? Может быть свет? Ну, попробуем. Будем домысливать. Тут многое не видно, к сожалению, но надеюсь, что чем дальше... Ну, так, более-менее. Посмотрим. Значит, на этой картинке город... Так, секундочку, что-то там не очень и переключает. Ага. На этой картинке город, в котором я вырос. Город, безусловно, может быть, многие из этого города и происходят, а, так сказать, может быть, и наверняка все его видели. Это город Петербург, Ленинград. Вот на такой улице я вырос. И эта улица, этот город, он состоит из огромного количества неизвестных домов. Они сделаны, так сказать, абсолютно неизвестными архитектами. Это все, что здесь показано. Мои рисунки, вот, к сожалению, они не очень хорошо выглядят в такой трансляции, но тем не менее. И вот здесь ее почти не видно, но расположена колокольня. Это колокольня по проекту Кваренги, как и сейчас. Знаковые здания, здания в городах, иконические здания в городах, как правило, строились лучшими архитекторами, их приглашали, часто приглашали из-за границы. Эти объекты имели большую высоту, они имели гораздо более импозантную форму, но они всегда обрамлялись вот этим огромным количеством таких фоновых, как я их называю, объектов, которые, собственно говоря, состояли из окон, они все были прямоугольной формы, и у них всегда было какое-то определенное... Здравствуйте, приехали. А, ну давайте тогда и подождем. Ну, я продолжу, эту картинку вы заметили, просто я на основе ее что-то продолжу. Так вот, собственно, ощущение города, оно как раз возникает не только от вот этих знаковых объектов, иконических, которые модернизм, безусловно, очень хорошо научился делать, но в огромной степени вот это ощущение тактильности города, близости его к человеку, к его масштабу, ощущение уюта, комфорта, многообразности среды, оно приходит вот от этих мелких, милых глазу деталей, которые возникают на измельченной для этих деталей плоскости фасадной поверхности. И это, собственно говоря, детали, они из той же семьи, как вот эти все детали в вашем пространстве. И они обязательно должны быть, и, собственно говоря, модернизм об этом, к сожалению, забыл, и подумал, что можно довольно простыми лапидарными формами создавать окружение, подчеркивая все так же этим окружением знаковые отдельные объекты, которые делаются все более сложно, делаются все более изысканно и интересно с точки зрения формы, детали, конструкции. Но, как это ни ужасно, но именно вот это окружение, я это сравниваю всегда с кольцом, который обрамляет бриллиант, вот бриллианты мы по-прежнему в современной архитектуре, лучшие из нас, умеем хорошо делать, а вот это кольцо сделать элегантным, дорогим, и в то же время ненавязчивым, вот это умение, к сожалению, от нас ушло. И вот чтобы проиллюстрировать необходимость и насколько важно это кольцо, насколько важно качество этого кольца, я всегда привожу в пример вот эту очень дорогую мне улицу. Это Невский проспект в Петербурге, но я знаю точно, и потому что проверял это, что если брать любую другую крупную улицу любого другого, в первую очередь, европейского города, потому что мы говорим здесь, конечно, о качестве европейского города. Если мы поедем в Гонконг или в Шанхай, мы увидим совершенно другой мир, состоящий из совершенно другого соотношения, иконического и обычного, фонового, там практически нет фонового, там все иконическое, все спорят друг с другом, об этом я буду говорить. Так вот, если смотреть на эту улицу, то мы увидим здесь всего лишь 16 домов, которые мы кое-как удержим в памяти. Вот я и с петербуржцами, и с знатоками архитектуры разговаривал, нет больше, чем 16, ну максимум 20 домов, которые, архитекторов которых люди бы знали. Это очень разные дома, они происходят из разных эпох, есть тут и конец 19 века, есть и середина 20, есть и начало 20 века, и начало 19. Они из разных, и снова начало 20, но эти объекты абсолютно разные, они, безусловно, были в свое время абсолютно контрастными по отношению к своему окружению, о каждом из них спорили, каждая из них вызывала массу противоречий, и в том числе и массу недовольства, как, например, Елисеевский магазин, или же здание компании «Зингер», или, например, «Храм на крови», который Александр Берно призывал снести, как абсолютно диссонирующее здание. Они остались, они обладают той же измельченной структурой, это вот то, что я называю аналоговой гармонией, когда способ обработки поверхности уникальных зданий и способ обработки поверхности фоновых зданий, он похож. Но в то же время эти здания, они известны нам, мы знаем даже, многие из нас знают их архитекторов, но этих зданий всего 20, а общее количество домов на Невском проспекте 100. То есть получается, что 80% или там 70%, потому что здания иконические, они, как правило, больше, длиннее и так далее, примерно 70% массы зданий нам абсолютно неизвестны. То есть мы воспринимаем их как некую данность, потому что эта данность сделана с удивительной скромностью и в то же время с удивительным мастерством. Мы не знаем этих героев, мы не знаем этих архитекторов, потому что, собственно говоря, и задачи такой раньше не было, в каждом здании воплотить свой эгоизм, воплотить свое эго, была задача создать достойное кольцо, достойную оправу для тех 16 бриллиантов, которые я показал на первой картинке. Но удивительным образом, если, например, какой-то из этих 16 домов, которые я показывал на предыдущей картинке, вот представьте себе ужасное, что какой-то из этих домов будет, например, в результате, не знаю, там, землетрясения уничтожен, то я представляю себя даже в таком достаточно традиционном и, я бы даже сказал, ну, скажем, компромиссном и непрогрессивном городе, как Петербург, я могу себе представить на, там, не знаю, вот на этом месте международный конкурс и какую-то абсолютную икону, абсолютную скульптуру, которая возникла бы как результат современного мышления, современного развития архитектуры. И люди бы очень страдали от того, что такое здание ушло, но они бы не воспринимали это как глобальную утрату. Конечно, это глобальная утрата, но это и некое глобальное приобретение, получить новую икону, получить новый шедевр архитектуры 21 века. Но я уверяю вас, и я присутствовал при этом сам, что если будет, не дай бог, снесено, и такие вещи, к сожалению, происходили, одно из этих фоновых зданий, и на его месте водрузится модернистская коробка без единой детали, без этих самых бровей, как говорили современники Адольфа Лоуса, вот здесь люди выйдут на баррикады, они выйдут на улицу, и у них абсолютно не будет никаких альтернатив, они для себя не увидят никаких альтернатив, как просто выйти на улицу и протестовать против такого нового строительства. Это и происходило в то время, когда я жил в Ленинграде, где это произошло во время возможного сноса гостиницы «Англитер», и я уверен, что это происходило не только потому, что она связана с именем Сергея Есенина, а в первую очередь потому, что уходила часть вот этой плотной, плотного окружения Исаакиевской площади, памяти Николаю Первому, вот этой фоновой среды, которая безумным образом дорога каждому, хотя, повторюсь, когда мы находимся в обычной жизни, мы не отдаем себе отчета в том, как выглядит тот или иной дом. Если нас спросить, а как выглядят вот эти вот фоновые дома на Невском проспекте или на Тверской улице, мы не найдем ответа. Но мы найдем этот ответ тут же, когда один из этих домов хоть кто-то попробует тронуть. И на московской памяти мы помним одно из зданий, которое там внезапно обрушилось, и, в общем, какое негодование это вызвало у людей, совершенно справедливое. Раньше люди умели строить дома по принципу аналоговой гармонии. Аналоговая гармония заключается в следующем. Вот город Гент, он создан из зданий совершенно разных эпох. Мы не видим этого. Ну, вот я повторю, картинка не очень хорошо транслируется, но тем не менее. Вот это здание почты, они начала 20 века. Вот там сзади собор, вот он 14 века. И эти здания колеблются там от 16 до 18. То есть здесь представители всех направлений мировой архитектуры. Тем не менее, мы видим абсолютную гармонию отдельных частей. Гармонию, которая, скажу сразу, сегодня абсолютно невозможна, потому что модернизм не предполагает аналоговой гармонии, не предполагает использование тех же самых элементов в фоновой и иконической застройке. Поэтому такой ситуации нам в современном городе уже больше не достичь. Мы переросли, так сказать, вот эту колыбель. Но раньше это функционировало таким образом, что совершенно простые дома с одинаковыми силуэтами заполнялись разными деталями, и поэтому возникало вот это разнообразие в единстве. Единство силуэта, подобие форм, и при этом разнообразие заполнения этих форм. Это, собственно говоря, является основным отличием традиционного, в данном случае европейского города, от того, что мы можем и умеем делать сегодня. Вы сейчас увидите, насколько важна здесь деталь. Вот центр исторического Штутгарта до бомбежки, которая произошла здесь во время Второй мировой войны. Мы видим, что вот эти дома, они абсолютно ничем не примечательны. Здесь есть дома, не знаю, второй план 19 века, абсолютно простые. Есть дома где-то там барочные 17 века. Они наполнены некими деталями, но все они, как ваша студия, заполнены вот этими милыми глазу мелочами. И этими же милыми глазу мелочами заполнены до отказа поверхности конические здания. В результате возникает такое единство обработанной и плотно обработанной поверхности. И вот что возникло сейчас, причем в 50-е годы. Руководство города в 50-е годы настояло на том, чтобы сохранить исторический масштаб вот этой рыночной площади. Казалось бы, все сделано верно. Сохранился масштаб вот этих порцелированных, то есть разделенных на отдельные участки элементов. Раньше они принадлежали действительно разным людям, разным застройщикам. Сегодня, как правило, участки застраиваются более крупно. Но мы понимаем, что произошло все и не произошло ничего. Потому что исчезли вот эти милые глазу детали. И вместо абсолютно индивидуальных, изысканных, в смысле, изначальном смысле этого слова, то есть выисканных форм и деталей, каждая, может быть, по-своему наивная, но приводящая к очень милому и трогательному общему чувству площади, вместо этого возникла вот такая механическая среда, лишенная деталей, состоящая из гладких стен и гладких дырок, которая, собственно говоря, и есть до сегодняшнего дня. И, к сожалению, без особых перспектив выйти из этого и есть, собственно говоря, прообраз модернизма. Того самого модернизма, в парадигме которого мы все, я и мои коллеги стараемся делать наше здание, потому что боимся в противном случае оказаться несовременными, непередовыми, недостаточно прогрессивными. Вот Венеция. Опять же, здесь ни одного здания, ни одного шедевра архитектуры нет. Специально выбран уголок, где абсолютно отсутствуют какие-то выдающиеся произведения архитектуры. Если, например, с этих зданий убрать декор, то мы получим хаотичное расположение дырок на фасаде. Это даже гораздо хуже, чем вот так, потому что здесь есть хотя бы в отсутствии декора некая предрасположенность и организованность окон. Здесь нет и ее. Все сделано так, как удобно было каждому владельцу, каждого отдельного из этих домов. Но, тем не менее, насколько бесконечно милы и насколько бесконечна, например, такая деталь. Одно широкое, два узкие. Здесь они разные даже по высоте. Или вот этот перескок. Они безумно милы и в то же время удивительно хаотичны. И вот в этом сочетании хаоса и мелких деталей, собственно говоря, и создается тот удивительный шарм, то удивительное обаяние, которое и есть у города, который мы бессознательно ищем и сегодня в современных примерах больше не находим. Вот одна из сторон Центральной площади в Брюсселе. Она возникла после войны с французами в конце XVII века практически в один момент. Город был разрушен и восстановлен заново. И вот все эти дома сегодня мы сказали бы, что это китч. Как можно сказать про китч, говоря о многих деталях. Вот, например, там войдешь в ваш туалет и подумаешь, это китч или это прекрасно. Я считаю, что вот это абсолютный аналог того, что происходит здесь. Это единство некой формы, но каждая из этих форм. Вот одна дверь деревянная, другая дверь там какая-то металлическая, третья фанерная. Вот, собственно говоря, это и есть право без города. Когда единая форма заполняется абсолютно разными элементами и измельчается, главное, этими элементами. И глаз отдыхает, двигаясь вот по этому бесконечному, очень плотному, плотной вязи деталей. Это очень-очень важная часть. Вот, например, эти дома в Анфлёре. Маленький городок во Франции, в Нормандии, где сформировался такой выдающийся, скажем так, учитель Клода Мане, как и Жен Буден. И вот эти вот дома, они очень просты на первый взгляд. Каждый из них имеет свою структуру. Но насколько сложна текстура фасадов каждого из них. И вот эта любовь в ощущении текстуры, в ощущении чередуемости этих мельчайших деталей, дерева, штукатурки, кирпича, штукатурки и кирпича. Это и есть архитектура. Это и есть та архитектура, которую мы сегодня почти безвозмездно потеряли. И нам требуется колоссальное усилие, собственно, об этом книга 3070. Нам требуется колоссальное усилие, чтобы их в себе воссоздать, вернуться к известным инженерным принципам, которые приводят к такой архитектуре. Нужно многое изменить и в технологиях, потому что сегодняшние технологии не позволяют больше делать монолитные стены. Наши стены нарезаны как бутерброд с полными пространствами внутри, где разводится и существует неизвестно что вот в этой замечательной теплоизоляции, с подконструкцией и так далее. И надо сказать, что, с одной стороны, надо сказать, что это, конечно же, принцип европейского города. С другой стороны, ощущение, что люди везде хотели украшать свои здания, и вот это желание украшать, собственно, и есть архитектура. Сегодня это высказывание, так сказать, со стороны западных моих коллег было бы поставлено как минимум под огромный вопрос, потому что это находится просто вне дискуссии, что искусство украшать, это, собственно говоря, и есть, если не все искусство архитектуры, то его очень важная часть на протяжении столетий. Так вот, смотря на самые разные примеры, вот это, например, Йемен. Я никогда не был в Йемене, но эти фотографии меня абсолютно поразили. Это, ну, скажем так, Йеменская эпоха Возрождения, это где-то там Чинквиченты, это где-то конец 16 века, начало 17, вот конец Возрождения, начало Барокко. Вот аналогичная ситуация в Йемене. Если вспомнить вот детали, которые я показывал из Энофлера, здесь больше сход, чем различий. Хотя, казалось бы, где в культурном отношении Йемен и где в культурном отношении Нормандия? Явно в тот момент не существовало интернета, не существовало столь активного культурного обмена, но вот одно и то же время строились дома с абсолютно одинаковым подходом к поверхности, до мельчайших деталей, что означает, что глаз человека и его стремление к определенному украшению зданий – это вещь абсолютно не зависящая ни от регионов, ни от религии. Вот слева, например, это церковь Мемара Синана, очень красивая церковь, единственная, которая расположена на рынке, над рынком, небольшая церковь-мечеть, с потрясающими керамическими измельченными орнаментами. Казалось бы, здесь сегодня модернист сделал бы одну стену, белую стену, посадил бы окно и сказал, что это красиво. Но вот господин Синан в XVI веке не посчитал, что это красиво, а Синан – это современник Палладио. Вот можно говорить там, правда, сегодня говорят, что бармо и постник уже не построили, значит, храм Покрова-нарву, ну, кто-то построил в XVI веке, это было наше возрождение, вот был Мемар Синан, в Веченце был Палладио, это все были современники. То есть мир был и, собственно говоря, должен оставаться многообразен, и совершенно разные люди имели примерно одинаковое значение для своих культур. А вот справа это здание с очень похожей керамической обработкой, но это Мексико-сити. То есть, казалось бы, поздняя барокко после нашествия Кортеса и исламская архитектура в своем высочайшем проявлении в творчестве Синана. Насколько много общего у них есть и больше общего, чем различного. Вот здесь, к сожалению, опять плохая фотография, потому что точно такой же орнамент вот здесь виден на стене соборов Бергама, а вот здесь такой же орнамент, орнамент, так сказать, ну вот, грановитая палата, то есть элементы, которые в плоскостном или пространственном исполнении изображают остроту теней на камне. Это штукатурный фасад, это мраморный фасад, но абсолютно та же структура. Это Италия, Бергама, это Ростов-Великий. Тоже, безусловно, можно говорить об обмене, особенно со стороны итальянских мастеров, которые приезжали уже и в XVI веке, и в XVII веке, откуда эта церковь в Россию. Но, тем не менее, я скорее говорил бы об одинаковом стремлении, чем о перенимании каких-то основных параметров украшения зданий. И вот удивительная совершенно деталь. Никому не пришло в голову сделать даже здесь три одинаковые колонны. Понятно, что каждая из этих колонн ставилась своим, так сказать, спонсором этого храма. То есть ему была дана возможность поставить свою колонну. Но сегодня мы сказали, ну поставь свою колонну, напиши там мелким шрифтом свое имя, но колонна будет такая же, как у соседа. Нет, каждый ставил свою, и это не считалось некрасивым, а считалось как раз вот это очень похоже на, так сказать, ваш дизайн в вашем ателье. Когда нет единого, есть разное, и эта разность является сутью архитектуры. Мне вот, например, очень нравится художник Верещагин. Вот сейчас открывается выставка, или уже открылась, завтра она первый день работает, выставка Верещагина в Третьяковской галерее. Я очень рад. Идите и посмотрите, как Верещагин писал детали. Мне кажется, личное восприятие, Верещагин менее интересен своими батальными сценами, но он потрясающе интересен мастерством передачи фактур и текстур поверхностей. Вот его два знаменитых стража у ворот. Я редко смотрю на стражей, но у меня есть масса фотографий вот этих самых ворот, как структура орнамента этих ворот простейшим образом. Это лессировки, это даже не пастозная живопись, не нанесенная толстым слоем. Как потрясающе сделана вот эта измельченность поверхности. И вот здесь мы видим, это разные совершенно страны. Вот это Япония, это Индия. Но мы видим, сколько общего в этих абсолютно разных культурах с точки зрения измельченности орнамента. Вот это Нью-Дели, постройки мусульманского периода в Нью-Дели. Это, видимо, Агра. Это где-то в Японии храм. Но потрясающим образом, насколько они похожи по своему подходу. Это, например, дом Джулио Романа в Мантуе. А это обычный совершенно дом в Новгороде. Не думаю, что какой-нибудь купец в Новгороде подсматривал структуру вот такого дома Джулио Романа. Они построены примерно в одно и то же время. Насколько похож подход по измельчению поверхности. То есть к чему я это все говорю? Я говорю это к тому, что способ украшения, способ измельчения, способ структурирования фасада, перемалывания вот этой пищи фасада в мелкую и приятную для зубов и для вкуса форму это важнейшая функция, которая приятна для нашего глаза и важнейшая функция, которую необходимо учитывать. То, что модернизм ее потерял по пути и подумал, что вот такой радикальный подход отсутствия детали это тоже подход, это тоже деталь. К сожалению, вот эта стратегия, она оказалась несостоятельной. И мы являемся сегодня последователями, скажем так, в том числе и жертвами этой несостоятельности. Вот, собственно говоря, дома. Это где-то в Брюкге, это в Париже, это начало 20 века, это может быть там 17 век. Насколько похож подход к кирпичной поверхности. И вот очень важно, конечно, а зачем вообще было это делать? Ну, во-первых, потому что глаз воспринимает такую поверхность как гораздо более интересную, гораздо более запоминающуюся и удовлетворяющую потребность глаза. Но в то же время это, конечно, и функция старения, функция восприятия фасадом, просто патины того, что делает, скажем, фасад красивым и по истечении времени, и в том числе по истечении довольно грубого обращения с ним. Вот это, например, фасад домов, которые французские, так сказать, владельцы строили в Янгоне, в Мьянме. Огромное количество вещей произошло здесь. Казалось бы, над этим домом надругались, как могли. И в то же время он остается за счет своей мельчайшей текстуры, остается интересным, приятным глазом. Как, например, вот этот дом в Бомбее. Я говорю, что если мы хотим увидеть, как будет выглядеть европейский город после того, как его будут нещадным образом эксплуатировать, туда придут люди, которые, может быть, не будут любить европейский город, надо просто ехать в Бомбей и смотреть, как эти дома абсолютно достойно, в абсолютно неравной борьбе выдерживают натиск такого абсолютно мощного использования. И здесь, конечно, измельченность деталей, она абсолютно на пользу и играет совершенно важнейшую роль. Представим себе, что этот дом был бы просто серой модернистской коробкой. Что бы произошло при наличии такого количества ужасающих деталей и изменений? Это превратилось бы просто в ужасающий сарай, а так это все еще имеет характер удивительной руины. Как, например, это здание, которое я подсмотрел на границе с хайвеем в Бомбее, где действительно вот эти все приборы, вентиляции, чистое белье, какие-то сетки, где возникали такие спонтанные зимние сады или клетки для сушки белья и какие-то новые этажи, чуть ли не из хвороста положенные. Вот это все наслаивается на викторианскую архитектуру, на неоклассику второй половины XIX века, и это удивительным образом все еще работает. Вот измельченность детали, она абсолютно сопротивляется любому, даже самому варварскому способу ее использования. И другое совершенно происходит с модернистским зданием. Вот здание начала XX века, вот здание 50-х годов, это уже Самара. Вот, пожалуйста, шашлык, шаурмой и здесь, и там. Но это здание стареет как уродец, а это здание продолжает сопротивляться старению. Только, и здесь и там окна, и здесь и там примерно одна и та же этажность, только за счет вот этой измельченности фасада. Это и есть, на мой взгляд, синоним красоты, которая и есть в данный момент антоним модернизма. Вот одна из любимых мной панорам Петербурга, где есть масса вот этих фонных домов, есть большой драматический театр замечательный, который я посещал в основном, когда там еще главный режиссер был Товстоногов. И вот мы двигаемся дальше, и опа, возникает вот такой чемодан. Рядом другой чемодан, он даже и не короче. Это чемодан Росси, а это чемодан, который был построен в 60-е годы для издательства Лен-Издад. Казалось бы, что отличает вот этот чемодан от вот этого? Или от того, который мы видим слева? Он тоже, кстати говоря, довольно длинный. Отличает только одно. И там и здесь есть окна, и там и здесь есть довольно ясный ритм. Отличает только одно. Это измельченность поверхности. Собственно говоря, то, что и делает, на мой взгляд, архитектура архитектурой. А если этого не делать, то мы получаем вот этот феномен, который нам хорошо известен. И я уверен, что здесь не отсутствие кварталов, не присутствие вот этой довольно такой, скажем, никчемной и анонимной среды, которая переходит от дома к дому, а в первую очередь вот эта абсолютная оторванность от масштаба человека, от масштаба любой детали, от этой измельченности, оторванность этой лапидарной поверхности, она и идет к тому, что мы не воспринимаем такие кварталы, как чудо архитектуры. С другой стороны, мы воспринимаем, безусловно, модернистскую архитектуру как абсолютный контрапункт, если она сделана на вершине возможностей, то мы воспринимаем ее в рамках теперь новой контрастной гармонии, не аналоговой, как это было в городах 17-18, начало 20 века. Вот эльбская филармония, или филармония на Эльбе, в сочетании с традиционными складскими помещениями, это красиво. То есть контрастная гармония, это красиво, когда таких домов мало, а таких много. И вот здесь мы подходим, собственно, к теме 30-70, вот таких домов должно быть много, и мы должны научиться их снова делать с большим количеством деталей, а вот эти дома лучшие из нас уже умеют делать. И в этом смысле это, собственно говоря, то, что мы в современной архитуре приобрели. Мы приобрели дикие, интересные, скульптурные, разнообразные формы, разнообразные материалы, и вот в этих 30% мы добились многого. А вот в этих 70% мы потеряли практически все. Вот, собственно, о чем книга, и нужно научиться снова это приобретать. Вот, к сожалению, этот слайд мы не видим совсем. Мне придется объяснять, но у вас хорошее впечатление, я скажу, хорошее представление. Давайте представить вместе. Вот здесь такой белый сахарный геракл. Геракл – это такая скульптура классическая, вы понимаете, о чем я говорю. В целом это все инсталляция Джеффа Кунца. Я ее снимал на выставке в центре Пампедуа, Франции. Так вот, мы на этом слайде действительно не замечаем геракла, но даже если геракл виден, мы все еще его не замечаем, а мы замечаем только этот синий шар. Так вот, синий шар – это и есть современная архитектура, это и есть та самая контрастная гармония, которую я показывал вот здесь. Вот это синий шар, а вот это геракл. Вот геракл воспринимается нами как должное, а там, где его нет, наш глаз оскорблен. Вот, собственно, о чем идет речь, и о чем эта книга. Вот геракл. Это антверпен. А это шар, теперь он красный. И мы видим шар, мы видим геракла, и мы видим эту самую контрастную гармонию, потому что шара мало, а геракла много. А вот здесь геракл видоизменяется до свойств шара, и мы начинаем ощущать, что что-то происходит не так. Вот в этом здании тоже много такого беспокоящего нас, и мало глаз успокаивающего, потому что нет этой измельченности. Она где-то появляется, а где-то снова исчезает, и получается гигантская форма. То есть контраст соперничает с контрастом, и совсем плохо становится. О, эта фотография даже хорошо получилась. Удивительно. Здесь вот этот шар мы не видим вообще, потому что все контрастирует со всем. Это и есть, к сожалению, та ситуация, которая в основном превалирует в современной архитектуре. То есть когда вот это здание, эта страховка Ллойд, окружена вот таким большим количеством ожерелья или вот этого замечательного золотого кольца, все нормально. Когда, скажем так, эта ситуация начинает разрушаться и превращается в большей степени хаос, вот эта часть Нью-Йорка, где дома 19 века, потом дома 30-х годов, 20-го, и современные дома начинают вот такой создавать беспокойный калаш. Здесь нет этих 30% всплесков нового и более спокойного ожерелья старого. Здесь все контрастируют друг с другом. В результате у глаза возникает ощущение беспокойства, ощущение, скажем так, неудовлетворенности. Теперь я покажу вам, например, две фантазии. Вот эта фантазия Каналетта, вы, наверное, ее знаете, это реализованные и нереализованные здания Палладио на фоне венецианской панорамы. Это вот нереализованный мост Риалта Палладио, это реализованная базилика в Веченце, это палаццо Кирикати тоже в Веченце. Что мы видим? Мы видим, что эти здания создают вот ту самую аналоговую гармонию. Нам даже сегодня, с нашей сегодняшней позиции, скучновато. Хотелось бы увидеть здесь пару небоскребов. Ну, во всяком случае, на мой вкус. Что-то так все одинаково. Но это одинаково, прекрасно, в своей аналоговости. То есть вот членение элементов этого здания, членение элементов этого здания, членение элементов этого здания, независимо от их размера и формы, это то объединяющее, которое создает аналоговость этой гармонии. А вот как выглядит сегодня, на взгляд современных архитекторов, город. То есть каждый в состоянии самовыражаться. И в этой мизансцене нет главных героев, как они обычно есть все-таки в театре. И нет второстепенных. Каждый герой стремится быть главным. Вот там, понятно, это калаш, это тоже несуществующая картинка. Я сделал специально это для серии докладов. Но мы видим, что такая ситуация сегодня в городе возможна. Возможно действительно такое ощущение, ощущение коллажированности и абсолютной беспокойности, где непонятно, где Геракл, а где синий шарик. То есть нет неконтрастной гармонии, потому что нет вот этого бриллианта и нет окружения. Все главное и все второстепенное одновременно. Глазу беспокойно. Я думаю, что основа основ в том, что главное, вот эти иконические здания должны быть обрамлены зданиями украшенными. То есть одно здание, вот этот бриллиант, должно быть окружено спокойной, но моделированной в детали и гораздо более прагматичной по своей форме окружающей застройкой. Понятно, что в городе всегда возникают всплески. Они возникали и в средние века, когда строились вот эти башни в Сан-Жеменьяно. Они возникают сегодня и в современном городе. Вот здесь мы опять не видим, здесь возникают современные башни, такие достаточно сложные формы. Но эти современные башни, если их не очень много, они выдерживают, скажем так, контрапункт за счет того, что они окружены плотным и насыщенным деталью окружением. Это и есть, собственно говоря, то ожерелье, то кольцо, которое их держит. Раньше контраст, как я уже сказал, нивелировался тем, что здания совершенно разных эпох одинаково плотно украшались. Вот эти здания барочные, обе церкви Марии и Аплодор-Дамаски, колонны Трояна на форуме Трояна, они совершенно разных эпох, между ними 16-столетие или 17-столетие, но и те, и другие плотно украшенные, они воспринимаются как контрастная, но все-таки гармоничная в себе мизансцена, без вот той самой контрастной гармонии, которая, возможно, и считаю красива сегодня, когда есть здание абсолютно экзотической формы, и оно окружается крепким ожерельем из таких прагматичных, но украшенных домов. Это то, что я считал бы сегодня является идеальной формой продолжения европейского города, потому что, повторюсь, вот к такому мы уже не вернемся, мы не вернемся к ощущению последовательной декорированности, то есть мы не в состоянии отказаться от тех, безусловно, интересных и привлекающих преимуществ, которые принес с собой модернизм на пике своих иконических зданий. О, но здесь вообще ничего не видно. Ну, тут я могу только рассказать, что есть такая замечательная церковь или храм, это храм римский Антонина и Фаустины, это, так сказать, римский император и его жена, он построен в их честь, и в него достаточно варварским образом в XVII веке встроена барочная церковь. И это сегодня не воспринимается как контрапункт, потому что и то, и другое сделаны с одинаковой степенью деталированности. Это та самая аналоговая гармония, которой, повторюсь, сегодня нет, а вот контрастная, но тут мы, конечно, очень многое теряем, контрастная, это, например, здание нарком-тяжпрома, которое делал Иван Леонидов и строил внутри Московского Кремля, и, собственно говоря, мы можем сказать, что вообще сама контрастная гармония и противопоставление абсолютно новых построек их историческому окружению, это феномен, который возник в России. Вот этим мы можем гордиться, потому что в 20-е годы за счет того, что центр города переместился, столица переместилась в Москву, здесь строилось и проектировалось очень много интересных современных зданий, которые предполагалось достаточно контрастно ставить вот в это историческое окружение. Но здесь всегда вопрос в том, сколько таких зданий в городе. Вот, собственно говоря, это основной вопрос, который я задаю и в книге, и их не должно быть много. Мы возвращаемся к теме Невского проспекта, их не должно быть больше, чем вот те самые 20-30%. По отношению к западному подходу, например, план Вуазен-Корбезье, где сносилась просто часть вдоль Сады-Ти-Ульвии, часть города, вдоль Лувра, конечно, подход, который продемонстрировали советские архитекторы, был гораздо более интересным, когда говорилось о том, что вот этот контраст, это взаимодействие старого и нового на контрастном принципе, это очень интересный, скажем так, взгляд в будущее, как, например, произведение Лисицкого, где вот эти горизонтальные небоскребы контрастно находились вместе с Страстным монастырем. Или, например, вот это современное абсолютно здание Ивана Леонидова, оно очень хорошо, контрастно и интересно соседствует с вот этими, так сказать, постройками, которые находятся здесь рядом. Это тоже непостроенное здание, тоже в районе сейчас, к сожалению, снесенного Страстного монастыря. То есть это тот же самый принцип, который и сегодня в современной архитектуре является превалирующим, то есть он пришел из России, безусловно. Это вот, так сказать, контраст между таким вот иконическим зданием и его таким вот очень сдержанным, но интересным в детали окружением, как вот, например, это здание или... И вот тут мы подходим к ситуации, что как только здание старается быть фоновым, но не добирает в качестве деталей, мы начинаем понимать, что нам чего-то не хватает. То есть вот это здание вроде бы имеет те же самые окна, имеет те же самые пропорции, что и окружение, но вот мелкости деталей не хватает, и в результате мы понимаем, что глаз не напитывается этими самыми деталями. Так. И в этом смысле... Так, секундочку. И в этом смысле современная архитектура, она действительно создала определенные типологии, и надо сказать, что эти типологии тоже не бесконечны. Вот на этой картинке я примерно показываю, это рынок специй в Дели, в старом Дели. Я показываю, что, собственно, современная архитектура, вот эта архитектура нагромождений из простых объемов, она, в общем, возникла даже из повседневности. Вот эти коробки, которые, так сказать, друг на друге громоздятся, и здания, которые выглядят как вот эти нагроможденные коробки, это, в принципе, довольно интересное сопоставление бытового и архитектурного. То есть современные, вот эти совершенно другие, не классические, не обращенные в прошлое архитектурные формы, они, в общем, выросли из быта. И даже вот это, я говорю, что это такой язык, который придумал Захадид, например, а это вот язык, который придумали сегодня очень многие таких кубических построек, они, в общем, пришли из мира природного и из мира нашего окружения. И здесь есть пять типологий, которые я выделяю. Есть вот решетки, которые набросаны на прозрачные поверхности, есть коробки, которые продурявлены, и огромное количество зданий, практически все здания, они в эти пять типологий складываются. То есть вот эти иконические, контрастные здания, они тоже имеют определенный алфавит. Вот, например, здание, которое имеет, или прием, который имеет выпуклости и вогнутости, это третья группа зданий. Четвертое, это вот те самые коробки, которые возникали, продолжают возникать, и это совершенно легитимный язык. Но, повторюсь, это тоже не то, чтобы мы каждый день придумываем что-то новое, а это вот определенные структуры, которые раз и навсегда возникли, и в современной архитектуре довольно активно эксплуатируются. И вот пятая типология, может быть, наиболее комплексная и сложная, это вот такие бионические поверхности, очень сложные, которые наиболее активно вступают в контраст с окружением, не имеют прямых углов. И, в общем, вот в этих пяти, так сказать, группах и функционирует современная архитектура. Она всегда контрастна, вот как на этой картинке, она всегда очень активна по отношению к окружению, она создает вот такую новую структуру, новую поверхность города. И, как вот на этой картинке, она внедряется, буквальным образом, внедряется там, где это возможно, в крепкую деталированную структуру города. И я в тех объектах, которые делаю сам, я сейчас покажу ряд своих объектов, я как раз и стараюсь там, где есть такая возможность, делать здания, безусловно, контрастные, там, где есть эта крепкая среда и необходим некий контрапункт, чтобы, ну, в том числе и избежать определенной скуки, определенной однотоновости структуры города, которую сегодняшний глаз, который очень сильно возбужден, большим количеством информации уже так хорошо воспринимать не может. Вот такое здание с колоссальной консолью, 21 метр стоит на берегу Шприи, или вот такое здание в историческом окружении возникает в одном из дворов Берлина. Вот есть старые кирпичные постройки, это новое здание, оно и функционально здесь важно, потому что мы можем использовать это пространство, но не можем организовывать фундаменты на исторических охраняемых зданиях, и в результате у нас возникает вот такая контрастная, безусловно, но, на мой взгляд, в этом смысле остро-контрастно-гармоничная среда, которая соединяет фоновое окружение и вот такой контрапункт. И таких объектов много у меня, потому что таких ситуаций много. Это вот в Петербурге стеклянное здание, которое контрастирует своей стеклянной кожей, на которой есть принты, вот это второй уровень детализации, принты исторических зданий, которые приближают как бы это здание к исторической структуре, а вот стеклянная часть, которая, к сожалению, не видна, она снова отдаляет, потому что она является рефлексирующей. И вот объект, который мне очень важен, в Музее архитектурного рисунка в Берлине тоже контрастирующий объект, и он, скажем, по своим деталям приближается к измельчению исторического фасада, а по своей форме очень сильно с ними контрастирует. Или вот этот объект, который является абсолютно контрастным по отношению к среде окружающих зданий, которые находятся вокруг. Или, например, вот эти объекты в Москве на Можайском валу, которые стоят таким, в общем, скульптурным ансамблем, если подходишь к ним, вот здесь на картинке, к сожалению, не видно, есть измельчение фасады, есть мелкие фасадные детали, или вот этот объект, который является, безусловно, контрастным по отношению к такой же по высоте, но несколько другой по своей детализации. Это гораздо более крупная, гораздо более скульптурная, такая бруталистская, чем окружение. Это вот типичные контрастные объекты, которые создают ту самую контрастную гармонию, и, как я уже сказал, они не нуждаются в детализации поверхности. Это возможно, но это необязательно, потому что они работают формой. А вот те самые 70%, большинство той архитектуры, которую мы делаем, они, конечно же, в этой детализации нуждаются. Иначе мы не получим город вот такого качества, как здесь центр Ниццы и вот этот центр Петербурга, мы видим, насколько прекрасны эти детали, потому что они, даже вот будучи не отреставрированными, обнажая свою массивную стену, они не теряют шарм. Если бы сегодняшнее здание обнажило свою поверхность, то там бы была свалявшаяся теплоизоляция с какими-то дурацкими крючками из металла, которые поддерживали бы навесную структуру фасада. То есть мы потеряли не только изобразительное начало в архитектуре, мы потеряли и, собственно говоря, техническую возможность нанести, убедительно нанести эту изобразительность на поверхность фасада. Это основная проблема. То есть придя к новой изобразительности, мы неминуемо должны стремиться и к созданию новых массивных стен, конечно, энергосберегающих, конечно, на основе современных технологий, что частично уже и делается, но стен, которые массивны, которые не представляют из себя маску на потном лице. То есть стареет вроде как лицо, а мы видим перед собой маску. Вот штукатурные фасады с небольшими каменными деталями. Ничего, в общем, красивого в этих деталях даже и нет. Это, кстати говоря, угол здания Росси, угол здания главного штаба. В общем, примыкание такое так себе. Но за счет того, что эти детали сделаны удивительным образом, это выглядит все прекрасно. Вот картинка, опять же, рынок специй. Вот это фасад единственного исторического здания. Вот так вот он обезображен. И все равно за счет вот этой структуры, за счет ее измельченности, даже вот в таком абсолютно безобразном выражении, это выглядит интересно. Или, например, вот этот фасад, который уж как бы оказалось бы и перекручен, и провода на нем, и реклама, и водостоки, и все что угодно. Но вот за счет этих деталей, за счет измельченности поверхности, он работает, выглядит интересным. Как, собственно говоря, и вот эта стена исторического города в Амальфе. И я повторюсь, это совершенно в разных странах работает примерно одинаково. Вот тут я показываю на картинках возможности разными способами добиться вот этой многообразности поверхности. Вот здесь это на фотографии мраморные структуры на Хая София в Константинополе, в Стамбуле. Это кирпичные измельченные детали Фрэнк Лойт Райт в Сан-Франциско. Это Пьера Порталуппия в Милане, структура натурального камня. В общем, интересные структуры. Здесь нет никакого классического ордера. То есть, когда я говорю об измельченности деталей, когда я говорю об измельченности фасада, я абсолютно не говорю, конечно же, о том, что надо возвращаться к классическому ордеру, который является только одним из элементов этой измельченности. То есть, это скорее следствие, а не причина. И вот детали, которые я делаю, где я стараюсь именно к такой измельченности прийти. Но вот на этом фасаде ничего не видно. А вот здесь видно, что это входная зона. Но, кстати говоря, и все здание, оно очень гармонично входит в структуру таких, в общем, охраняемых, тяжелых, исторических зданий. Это здание построено всего 5 лет назад. И надо сказать, что люди голосуют здесь. Голосуют даже, как говорится, рублю или в данном случае евро. Это вот первый дом, в котором квартиры подняли планку 10 тысяч евро за квадратный метр. Причем серьезно подняли. 16 тысяч евро наверху стоят здесь квартиры. Хотя дом совершенно рядовой. В рядовой структуре застройки, когда во всем городе строились квартиры по 5 тысяч. Люди среагировали на структуру здания, в том числе. Не только на место, но и на структуру здания, которое было многообразной, с индивидуальной дверью, с индивидуальной дверной ручкой. Все до деталей проработано. И потом стали появляться и другие такие здания. И, в общем, подражали. Вот здесь это здание тоже с мельчайшими орнаментами, если бы фотография была хорошо проявлена. Это очень важно для структуры фасада. Это можно добиваться и кирпичом. Кирпич сам по себе имеет мельчайшую структуру. Это можно добиваться камнем. Когда мы создаем рельефную резную поверхность. Вот как это проявляется на первом этаже. Это тоже дом в Москве для компании Novotec. Мы входим с этой детальностью внутрь. Мы прослеживаем ее внутри. Мы доходим до дверной ручки, которая повторяет движение основного объема здания. И в больших комплексах, это опять же Петербург, где возникает вот это измельчение структуры поверхности. Или вот здесь в этом доме на Гранатном, который мы с вами вместе делали, его брендбук делали. Когда есть довольно простой объем. Вот точно так же, как дерево имеет силуэт и имеет измельченность листвы. Точно так же этот дом имеет силуэт, он довольно простой. И имеет измельченность деталей, которая, собственно говоря, и воспринимается, когда подходишь к дереву или к дому ближе. Ты уже перестаешь воспринимать силуэт, начинаешь воспринимать деталь. И это очень важно. И это доходит тоже до интерьера, где вот разные поверхности орнамента, накладываясь друг на друга, создают такую новую реальность структуры. Или вот в этом здании в Петербурге, когда разные поверхности, накладываясь друг на друга, и поверхность травертина, и поверхность вот такого инкрустированного мрамора, они создают, скажем так, богатство поверхности, богатство деталей. Например, в этом здании есть здание 30-х годов, вот это совершенно новое здание, но за счет вот этих вставок оно приближается по своей измельченности и уже не выглядит чужим, не выглядит вот такой вот нарубленной коробкой, как это было на картинке панорамы Большого драматического театра в Петербурге. И вот приходя к нашим объектам, я могу сказать, вот это объект Искра, здесь вот, если бы все хорошо было видно, довольно симпатичное офисное здание, которое является иконой, и вот есть его окружение, и вот это окружение, оно, конечно, становится интересным благодаря тем деталям, которые мы делаем с вами вместе под руководством Эркена Кагарова, которого, к сожалению, сегодня нет, но он со своими, скажем, коллегами огромный вклад внес в эту работу. Это очень интересные структурные элементы, которые дадут в конечном итоге вот этому достаточно спокойному, скажем так, пятну или платью ощущение, не оскорбляющий глаз поверхности. И, собственно говоря, происходит это за счет вот этих мелких деталей. Представьте себе, на месте этих элементов гладкие панели, на месте этих элементов тоже гладкие панели, и мы увидим совершенно другое впечатление. Например, вот этот объект, где тоже явно есть икона, и есть обрамление, оно достаточно высокое, я бы сказал, почти не масштабное, но за счет вот этих элементов, которые мы делаем вместе с вами, и прозрачных, и непрозрачных на керамике, и объемных, и снова плоских, возникает ощущение тактильности, многообразности поверхности. Или вот этот пример, который мы сделали вместе, тоже, если бы здесь осталось просто гладкий обод, это было бы совершенно другое ощущение. Поэтому мне кажется, что здесь мы находимся, скажем так, на одной волне, и, собственно говоря, архитектура, и есть то место, где искусство синтезируется. И я, в общем, очень рад тому, что вместе с вами нам удается делать первые шаги по пути к этому, потому что это уже здание, например, иконическое, но даже в иконических зданиях очень важно добиться вот этой измельченности поверхности, которая тоже и в иконических зданиях очень важна для глаза. Не так обязательно, как в фоновых, но, тем не менее, все еще очень важна. Это видно, например, вот на этом здании музея, приближаясь к которому, опять же, фото немножко, так сказать, нас подводит, но мы видим здесь мелкие изображения при помощи матриц элементов рисунка или там листы, графики, которые как бы покрывают это здание. Это очень интересная структура, которая, конечно, поддерживается всеми элементами вплоть до дверной ручки. И я думаю, что если мы пойдем по этому пути, это путь, конечно, долгий и путь, который предполагает, скажем так, возвращение к определенным технологиям, или, скажем, на новом уровне развития технологий, которые приводят к этой цели, то мы снова сможем любоваться и в современном исполнении вот такими зданиями, которые сделаны никем. То есть мы не знаем авторов этих зданий, мы не знаем архитекторов, но нам эти здания бесконечно дороги, близки, как вот, например, угол этого замечательного двухэтажного дома с мельчайшими, чудесными, трогательными деталями, несмотря на всю свою асимметричность, на всю свою непостроенность в Таармине, и, тем не менее, это нам бесконечно ближе, чем любая модернистская коробка. Спасибо за внимание. Ну, если у вас есть вопросы, с удовольствием можем поговорить, если нет, то это все. Ну, я думаю, что, конечно, проект музея, рисунка, который я вам показывал, он, конечно, самый любимый, потому что я очень давно собираю архитектурный рисунок и сам рисую много. Все рисунки, которые здесь показывались, это мои рисунки, кроме, пожалуй, двух-трех, где здание конструктивизма встроено в историческую среду, это рисунки Олега Максимова, а остальные все мои. И мне, конечно, тема рисования и сочетание нарисованной и построенной архитектуры – это очень важная для меня тема, потому что это то, что, скажем, позволяет думать, думать рукой, переносить это потом в само здание. И поэтому музей рисунка для меня вот такое здание, которое мне очень близко, хотя, конечно, всегда, когда работаешь над новой, скажем так, над новой редакцией зданий, над новой проектом, и кажется, что вот это сейчас самое близкое, и вот сейчас уж точно все получится. Поэтому я, в общем, не стараюсь смотреть назад, но если вы там говорите, то, конечно, этот музей рисунка мне очень близок к концепции тоже. А чем вы можете объяснить на образе современных новых построек здесь? Вы сказали, что сегодня есть про увеличение стоимости квадратного метра после укрепления архитектурных решений. Если это обдавается, почему это не делает успех? Ну, скажем так, во-первых, это, конечно, червь, который сидит в головах. Повторюсь еще раз, что после изобретения модернизма как верхней ступени, скажем так, развития или, можно говорить, и деградации изобразительности в архитектуре Европы, как культурно очень насыщенной среды, то есть архитектура Европы и культура Европы себя явно, ну, скажем, устала от собственной избыточности. Вот я бы сказал так. И когда ты долго живешь в Европе, ты понимаешь эту усталость от избыточности, ты понимаешь, почему произошел и 68-й год, вот эта молодежная революция. Ты понимаешь, насколько близко и всегда готова европейская культура восстать против якобы мещанства. А мещанство можно назвать все. Мещанство можно назвать и вот это, и вот эту дверь. Это все в общем мещанство. Все, что предполагает избыточность, предполагает где-то и мещанство. Но, к сожалению, эта избыточность или это мещанство пока еще является абсолютно необходимой частью нашего восприятия материального мира. Причем не на уровне даже мысли, а на уровне ощущения. Поэтому, когда архитекторы, а это в первую очередь архитекторы, которые диктуют сегодня повестку дня, сказали, мы не хотим больше этого мещанства, мы не хотим дурновкусия, мы не хотим этого кича, а кич это все, что больше, чем необходимо. Вот необходимо голая стена, и в ней дырки, и в дырках там стекло, а все остальное это избыточность. Так вот архитекторы, они диктовали и продолжают диктовать именно эту повестку дня, которая в большом количестве и западных культур, и стран, и архитектур, и в том числе и в российской архитектуре, очень серьезно, скажем, стоит на пути разговора об изобразительности. Если, например, в 90-е годы вот это ощущение изобразительности было понято, ну вот так называемый Лужковский стиль, а в общем такой, в общем, отголосок постмодернизмов российской архитектуры 90-х годов, постмодернизм, который, собственно, в 80-е уже умер, как поиск изобразительности, ну такой, в общем, скромный и, я бы сказал, даже боязливый поиск, конечно, потерпела фиаско эта архитектура, потому что она была сделана, ну прямо скажем, не мастерски, потому что то поколение, которое развивалось еще там при Сталине, в момент сталинского арт-деко, они все-таки еще обладали потрясающими знаниями, потрясающими умениями в руке, которые пришли с начала века, вот из этой школы изобразительности, которая была и в Москве, и в Петербурге, и в все эти академии художеств региона. В общем, этого всего у мастеров 90-х годов не было. Но они не поняли главного, что поиск измельченности, поиск изобразительности, это не знак равно вот к такой массовой неоклассике с башенками, то есть измельчать поверхность не значит повторять какие-то уже давно найденные приемы. То есть, другими словами, огромное количество неудач на этом пути и огромный диктат модернистски настроенного большинства архитекторов приводит к тому, что правила хорошего тона буквально, скажем, выталкивают заказчиков на путь создания все большего и большего количества коробок. В Европе особенно, в России в меньшей степени, потому что заказчики более независимые, и многие из них говорят, нет, мы этого не хотим, как вот в доме на Гранатном, мы не хотим чего-то другого, мы хотим какую-то, так сказать, более сложную архитектуру. Но кроме этого, поскольку огромное количество архитекторов работает в модернизме, а строительная промышленность всегда развивалась так, что она обслуживала большинство. То есть вы не можете себе представить, что в строительстве, например, все делают измельченные детали на фасадах, а архитекторам это не нужно, так не бывает. Рынок всегда идет за потребностью. То есть если 80-90% архитекторов делают модернизм, то вся строительная индустрия тоже делает модернизм. То есть если мы сегодня берем и начинаем делать такой фасад, то у нас для этого, собственно говоря, нет ничего. Он стоит не в два раза больше, чем нормальный, в кавычках, хотя ужасный, навесной фасад с вот этими легкими, быстро портящимися навесными деталями. А он стоит во много раз больше, потому что здесь все технологии, они сегодня не имеют уже больше допуска, они не соответствуют нормам, материалы взаимодействуют друг с другом не так, как современные нормы теплоизоляции этого требуют. В общем, короче говоря, если мы понимаем, что изобразительность – это путь, то это не только путь архитекторов и изменение алгоритма мышления в мозгах, но и это еще изменение алгоритма производства, что, конечно, ведет за собой довольно большое количество поисков, которые, кстати, сегодня ведутся в области массивной стены, которую можно тогда измельчать, можно из нее резать или на нее что-то налеплять, я так говорю, таким, в общем, обычным совершенно языком обиходным, только тогда, когда эта стена монолитная. Когда подходишь к этой стене и бьешь по ней, ты не чувствуешь полость за вот этой, так сказать, полой гипсовой скорлупой. Потому что когда ты приходишь и чувствуешь полость, даже твой глаз чувствует эту полость, тогда ты, конечно, даже обилие этих деталей не воспринимаешь как нечто искреннее и честное. Вот такой комплекс проблем ведет к тому, что даже увеличение цены не позволяет многим-многим заказчикам идти по этому пути, потому что, а, нет достаточно убежденных специалистов большого количества, которые хотели бы заказчика в этом поддержать, которые действуют интуитивно, часто без образования, и ведут свой поиск достаточно интуитивно, и, второе, индустрия чрезвычайно долго перестраивается. Ну, например, когда я сделал дом на Гранатном, и этот дом стали многочислено повторять, потому что он там побил все рекорды цены, он до сих пор является самым дорогим домом на вторичном рынке застройки Москвы, и до сих пор квадратный метр стоит 40-50 тысяч долларов, несмотря на какие кризисы, санкции и все остальное. Так вот, после этого очень многие дома стали в облегченном варианте его повторять, и смотри, каменная индустрия перестроилась, и сегодня построить такой фасад в четыре раза дешевле, чем это было тогда, когда делался Гранатный, хотя тогда деньги никто не считал, потому что дело было до кризиса, и все цены, в общем, были довольно такими, ну, скажем, спокойно воспринимались. То есть вот такое довольно комплексное взаимодействие не ведет к прямому решению, как это происходит, например, у вас в графическом дизайне, когда вроде бы то, что нравится, или то, что в тренде, или то, где вы задаете тренд, как очень креативная компания, перенимается и становится повесткой дня, потому что строительство – это такой титаник, его пока развернешь, тут тренд сменится. Вот, собственно, в этом проблема. Да, это такая композиция из икон, случайная композиция, да. Ну, я отношусь, скажем так, во-первых, за счет, ну, в общем, скажем так, не самых передовых и не самых, на, скажем, на острие передовых технологий сделанных деталей, за счет этого, ну, конечно, эти здания, они все, включая и мое, в детали где-то вторичные, потому что сделать их первичными требовало бы гораздо больших еще инвестиций, которые ни в то время, ни даже сегодня строительная индустрия и наши девелоперы не в состоянии инвестировать, просто потому что считают, что это не окупится, и, ну, действительно, это дороже, и в какой-то степени, скажем, окупаемость была бы гораздо более медленной. Поэтому, конечно, Москва-Сити, скажем так, в своих отдельных зданиях не представляет из себя ничего уникального. Такой конгломерат зданий есть везде, и, в общем, в любом городе, начиная от Милана или Лондона, с той или иной степенью качества, окончая там Гонконгом, Шанхаем, любым городом Америки, судя по фотографиям, Тифлисом, то есть, ну, в общем, где угодно можно построить, вот, или там Баку, можно построить некоторое количество стекляшек, которые вот так, как такие, так сказать, пыльные бутылки в посудной лавке вот стоят, и каждый имеет свою форму, одна ближе к другой, другая дальше от другой, вроде как возникает такая случайная композиция. Мне все-таки кажется, что контрастная гармония, о которой я говорю, это гораздо более пуантированная композиция, когда не просто ставится там 5-6 каких-то случайных элементов друг рядом с другом, а рядом их как бы нет, и вроде как это по контрасту симпатично. Это все-таки отдельные элементы, ну, скажем так, как вот один камень, повторюсь, в окружении, то есть и этот отдельный элемент должен быть, что он, ну, уже таким абсолютно изысканным, и иметь уже уникальную архитектуру, которая поддерживалась бы вот этим достойным окружением. То есть в этом смысле Москва-Сити для меня такой результат, скажем так, более спонтанный, менее, скажем, менее спрогнозированный, а созданный действительно вот таким, скажем, хаотичным, наплывающим, случайным принципом. Сначала должно было быть меньше башен, они должны были иметь другую высоту, их становится сегодня больше, они приобретают другую высоту. Это такой, в общем, дикий лес, так я бы сказал. Это все-таки не совсем то, что я понимаю под срежиссированным городом. Вот так я могу сказать. Хотя, хотя, понятно, что даже в таком исполнении это стало, безусловно, неким символом, одним из символов современного города в России. Ну, вот смотришь там по фильмам, нет практически фильма, где бы его не снимали, либо в Москве-Сити, в Башней Федерации там вообще рекордсмен, либо вокруг Москвы-Сити, где там постоянно какие-то герои там либо вокруг этого едут, либо плывут, либо, не знаю, там летят. Вот, поэтому, ну, в общем, чувствует, с одной стороны, тяга к тому, что вот такие современные контрапункты должны быть, но они должны быть, на мой взгляд, гораздо более сознательно срежиссированы. Хотя я вот сегодня воспринимаю многие развития как абсолютно, скажем так, хаотичные, и даже не знаю, а будет ли срежиссированность, в принципе, востребована завтра. Но я все-таки еще сторонник такого срежиссированного города с заранее отобранным сценарием, и в этом сценарии есть места для всплесков, но они строго срежиссированы, как главные герои в пьесе, и вокруг них возникает, да, более второстепенная, но зато очень достойная в детали среда. Я не думаю, что архитектура Петербурга есть особый путь, я не думаю, что архитектура Петербурга или сам Петербург будет выглядеть заметно иначе, чем другие города Европы сегодня, потому что процесс вот этой эрозии и внедрения народных тел, он происходит во всех городах, вы, наверное, следите за дискуссией в Париже, там возникает такой пирамидообразный небоскреб, проект Уже Ацега Дамирона, сейчас он вроде бы еще не принят, но вроде как уже объявил я губернатор, что он будет принят, потому что вроде как голосование было нелегитимным. В общем, есть постоянное желание продавить такие объекты, потому что все хотят выглядеть современно. Поэтому, как мне кажется, Петербургу этой судьбы не избежать и бояться этого не надо, но опять же срежиссированность этих точек не является для меня проблемой. Я считаю, что над этим надо работать, не бояться этого, а именно говорить о том, что да, в любом городе, в том числе и Петербурге, возникнут контрастные здания, и вот эта контрастная гармония – это повестка дня сегодня, но контрастная гармония означает вот один к двум, один к трем, а не три к одному, как это произошло, например, в Москве-Сити, или там в целом происходит в ряде городов, или там четыре к нулю, как происходит в Гонконге или в Шанхае. То есть здесь вопрос меры. Да, пожалуйста. Ну, они не станут иконой, потому что, понимаете, проблема заключается в том, почему дома изначально, вот эти, скажем так, фоновые здания, я вас очень хорошо понял, почему эти фоновые здания, почему раньше так, в общем, интенсивно украшались? Да потому что большинство зданий имело и продолжает иметь довольно прагматичную форму. Ну, условно говоря, когда инвестор хочет построить здание, уже его заставить и убедить построить непрямоугольное здание – это уже подвиг на грани невозможного. Как правило, еще сегодня мы там все говорим о параметрической архитектуре, о каких-то безумно сложных формах, но на самом-то деле большинство заказчиков, 99%, еще сегодня хотят иметь, я думаю, еще долго будут хотеть иметь, прямоугольные коробки, вырастающие в высоту. И в этом смысле поразить изначально формы этих коробок довольно сложно, но вам поразить высотой. Сейчас многие, например, что касается небоскребов, придумали такую, в кавычках, фишку, которая вызывает у меня просто улыбку, давайте делать дома прямоугольные, но экстремальных пропорций, чтобы они были очень высокие и при этом в плане очень маленькие. Ну, можно построить там таких спичек 3-5, вот Рафаэль Виньоли построил достаточно импозантное по пропорциям здание, оно состоит только из квадратиков, и само является таким, в общем, увеличенным квадратиком, но с экстремальной пропорцией футпринта, то есть площади в плане к своей высоте. Это квадратик, но он поражает за счет своих технических возможностей. Это, безусловно, возможный вариант, но это, ну, как-то для меня, в общем, не из области архитектуры. Из области архитектуры это все-таки работа с формой, либо работа с поверхностью. Так вот, все вот эти дома, которые сегодня, к сожалению, еще сносят, и которых остается совсем мало, которые работают с поверхностью, да, это плохо, то, что их становится меньше, безусловно, плохо, и то, что они не возмещаются зданиями того же качества, что происходило еще сто лет назад, это тоже плохо, потому что в результате в Москве, конечно, уже произошла эрозия в двух направлениях. Эрозия, как вы правильно говорите, в соотношении фонового и детального, изобразительного и комического, единичного, и произошла безусловная эрозия, связанная с регламентацией, регулированием плотности застройки. Сегодня Москва, и причем уже довольно долго, это происходит где-то с 60-х годов, я думаю, это уже началось, в общем-то, в конструктивизме, когда везде возникало то, что как раз было необходимо. Вот сейчас что происходит? Я читал подобную лекцию в Лондоне, в одном из университетов, и мне сказали, что все это очень мило с срежиссированным городом, но что с либеральным подходом к инвестициям? Особый либеральный подход к инвестициям, что в любом месте города любой имеет право построить то, что в этом месте экономически оправдано. Знаете, это совершенно другая философия, и она сегодня очень активно представлена в западных странах, развитых западных странах. Совершенно другая философия по отношению к срежиссированному городу. Срежиссированным городом что значит? Значает, что в городе есть места, где ты можешь построить много, а в другом месте ты можешь построить мало. Даже если есть экономическая возможность, построить там много. Все равно ты строишь только мало. И в этом, конечно же, нет никакой демократии. В этом есть более того избирательность. Один участок определяют много, потому что там высотный дом. А вот эти маленькие дома, ну вроде как, ты можешь там строить, но получишь мало площади. А сегодня люди рассуждают по следующему принципу. Вот сосед построил много, у него высотный дом. Почему я не могу? Ты построил много, следующий. Почему я не могу? Кстати, Москва-Сити, ее высотность возникла именно таким образом. Ведь раньше там высота была срежиссирована от совсем низких домов от моста до братионок к очень высокому дому Башни Федерации. Но именно по принципу вот этой, скажем так, инвесторской аналоговости, каждый следующий приходил к тогдашнему главному архитектору города и спрашивал, а почему вот он построил 300 метров, почему я не могу? Нет, ну строю тоже 300. А он строил 320, почему я не могу 350? Ну хорошо, и в результате возник вот этот лес бутылок. И в этом смысле то, что тот путь, который проделывает Москва, он очень современный с точки зрения подхода к инвестициям, но находится, конечно, в противоречии к тому, о чем говорю я. Другое дело, мы можем спросить, а насколько то, что говорю я, имеет вообще право на существование? Насколько вообще в актуальной тенденции, скажем так, отхода от материального, потому что люди же сегодня находятся очень сильно и в, скажем так, в виртуальной реальности. Ну я, например, по себе замечаю, раньше я ездил и смотрел из окна на фасады. Ну, когда я не вел машину сам, я вел машину, я смотрел на улицу. А вот сейчас я смотрю вот в этот дурацкий гаджет. И я там нахожу много информации и с кем-то переписываюсь, хотя раньше прекрасно переписывался все часы, когда я находился в офисе, и мне хватало времени смотреть на эти фасады. Такая же тенденция имеется во всем. И возникает вопрос, насколько материальное, вот то, о чем я говорю, насколько вообще вот эта текстура или фактура будет играть роль в будущем для более или более последующих поколений, будет играть роль вообще. Насколько они вообще будут, их глаз будет воспринимать в союзированное пространство. Ведь, понимаете, красиво то, к чему мы привыкли. То есть, когда уйдет последний европейский город, и эрозия последнего европейского города достигнет того, той степени пресыщенности, когда европейского города не будет, а все города будут выглядеть, как вот Бомбей, то в этот момент не будет ни одного человека, кто будет знать, как это красиво. И это тоже феномен, о котором нужно думать. Ведь красиво, как говорил Леонар Доверче, это то, что мы видели, и то, с чем мы можем сравнить. Если нет того, с чем мы можем сравнить, и то, что мы можем воспринять как таковое, то в какой-то момент мы не будем воспринимать это как красивое. Но, условно говоря, на этой стене могла бы возникнуть такая регулярная, скажем так, регулярная инкрустация панелями, которая создала бы удивительный гармоничный ритм. И это была бы одна гармония. И, возможно, вот то, что получилось у вас. Это другая гармония, понимаете? Если вы никогда не видели первую, то вы никогда не узнаете, что она красива. А еще вопрос. Да, пожалуйста. Я просто пытаюсь перевести в то, почему вы говорили, как это практическая русская. Да. Не, ну это очень практическая русская, потому что я стараюсь с этим жить. И так работать. Если я прощу вашу массы, то это то, что степень дегенерализации объекта, она обратно пропорциональна, должна быть просто его масштабной. А что это? Степень дегенерализации объекта должна быть обратно пропорциональна сложности его формы. В том числе и размера. То есть оно не должно быть обязательно высоким. Оно может быть просто сложным по своей форме. Это дает, скажем, фрактальность формы, но это не дает детализации поверхности. Мы должны договориться, скажем, о терминологии. Когда есть поверхность, то есть одна плоскость, то эту плоскость необходимо детализировать, с моей точки зрения. Если же плоскость дробится другим способом, то возникает совершенно другая структура восприятия, которая превращает это здание в здание объекта, в здание скульптуру. И когда эти скульптуры выстраиваются друг рядом с другом в единый ряд, то возникает тот калаш, который я показывал. То есть он не воспринимается сегодня еще, поскольку мы привыкли к другому. Мы все еще ездим в города, которые функционируют по-другому. Петербург, Париж, Рим. Я думаю, когда последний из них превратится в Лондон или в Москву, мы, может быть, об этом уже говорить не будем. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. Я просто говорю о том, что сегодня для меня, как представителя, скажем, определенной культуры, человека, выросшего в совершенно определенной среде и поэтому выбравшего для себя определенный, ну, скажем, эталон красоты, в том числе и красоты города, я говорю о том, что мне кажется, изобразительность противостоит модернизму. Но в какой-то момент может оказаться, что в всеобщих хаосах леснет в том числе и изобразительность, и возникнут другие формы изобразительности, или они будут отсутствовать вообще, а изобразительность будет у нас в мозгах. То есть, возможно, самые разные сценарии. Мы говорим о совершенно определенном сценарии, определенной, скажем, парадигме, в которой мы все еще существуем, потому что нам есть с чем сравнить.